Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Агитационная кампания Майи Санду и референдума идет полным ходом. Рекламы стало так много, что от этого просто не спрятаться и не скрыться. Но мы все-таки найдем место в этом беспросветном засиле рекламы, а вы найдите время поставить этому видео лайк, оставить комментарий и обязательно подписаться на наш канал. Это вечерний мой мистер, нас рекламой не прижмешь. Включаемся! Вечерний мой мистер Здравствуйте, друзья! Многие из вас знали, что выпуски вечернего бомистера раньше выходили на пятом канале, который лишили вещания наши глубоко демократические власти. Ну где-то очень глубоко. На этом они не остановились и уже на этой неделе пятому каналу заблокировали еще и страничку в фейсбуке. Конечно же, официально никто причину блокировки так и не назвал. Кто мы такие, чтобы не прикрыть наших коллег, которых из всех сил пытаются прикрыть? Поэтому обязательно следите за ними во всех соцсетях, до которых еще не дотянулись. Ручки правящего режима, ссылки прямо сейчас появятся на ваших экранах, только подписывайтесь оперативнее, потому что страницу любой социальной сети у нас, как выяснилось, могут с легкостью прикрыть. На этой неделе СИП добрался еще и до Телеграм. Не зря все-таки Урсула фон дер Ляйон приехала к нам, наверное, лично привезла Майя Санду коды доступа от Телеграма, который ей отдал Павел Дуров. Вот вам и поужинал человек во Франции. И теперь почти все оппозиционные политики и СМИ очень просто блокируются с пометкой «Этот контент нарушает местное законодательство». И что самое приятное, такой чести быть первыми в этой череде блокировок досталось именно Молдове, типа у нас решили проверить, как это будет работать. Поэтому, друзья, в этот век демократии просим вас, подпишитесь обязательно и на другие наши социальные сети, ссылки будут в описании к этому видео. Будем надеяться, что нас за то, что мы говорим что-то, что может не нравиться нынешней правящей партии, не заблокируют просто так. В моем раннем детстве почти ни у кого не было мобильных телефонов. Редкостью были даже стационарные телефоны с определителем номера. Поэтому процветал такой тип развлечения, как телефонный розыгрыш. Типа, алло, это квартира Усатого? Нет. А почему тогда из трубки усы торчат? Ха-ха-ха. Уровень моих авторов, к сожалению, недостижим для некоторых наших зрителей. Я понимаю, что сейчас это не очень смешно, но тогда это вообще была вершина юмористического искусства. Но остался в Молдове человек, все еще не удосужившийся поставить стационарный телефон с определителем. Его зовут Ринат Усатый. Ему, как выяснилось, постоянно звонят какие-то люди. Боицы, тот не думал. Интересно, что это за всемирно известные политические лидеры, которые у Рината что-то просят? На ум приходит только Вован и Лексус. Но все знают, что пранкеры могут разыграть любого мирового лидера, только если он не президент Молдовы. В этом случае это называется не пранк, а фейк. Может, это Клаус Йоханнес решил замолвить словечко за свою подругу? Но как-то президент Румынии не тянет на звание всемирно известного политического лидера. Мы ничем не хуже Рината Георгиевича в плане фантазии, поэтому у нас тоже есть определенные инсайды. И вот к нам в руки попал эксклюзивный материал, который мы решили опубликовать прямо в нашей передаче. Смотрите и слушайте. Хеллоу, что вам нужно? Говорите, я уже сплю. Это вообще-то вы мне звоните, господин Байден. А, Рината Юэсейд. Я как никто тебя понимаю, но ты должен сняться с этих выборов в пользу... Как ее там зовут? Я же ее лично знаю. А, Камела Херрис. Кого мало? Какой Херрис? Я больше не по вину, а по водочке. Алло. Это товарищ Ким Чен Ын. Ринат, тебе нельзя быть президентом. Май Сан-Ду самый демократичный вождь. Я сам с нее пример беру. Браво, Май Сан-Ду. Месье Ринату. Бонжур. Это Эммануэль Макрон. Скажите, как вы относитесь к геям? Я не отношусь к геям. Мужики в бане подтвердят. Очень хорошо. Давайте обсудим это у меня в Пари. Прогуляемся по Елесийским полям. Послушаем французский шансон. Я бы очень хотел, чтобы вы почувствовали настоящий вкус французской булки. Если вы понимаете, о чем я. Ринатсик, здравствуй, дорогой. Ну вот скажи, зачем тебе эти выборы? Президентом должен быть только один усатый. И имя ему Александр Григорьевич. Погодите, а как же Эрдоган? Та у него не настоящий. Он у себя в Турции там пересадку волос сделал. А вот у меня натуральный, без всяких этих ГМО. Кстати, насчет ГМО. Звонит мне на днях Макрон. Здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вашей карте обнаружена подозрительная активность. Но я не совершал никаких переводов. Тогда сделайте, будь ласка. Надо помогу. Ринату, здравствуй. Никого не слушай. Иди участвуй на выборах. И помни, главное не победа. Главное отдать мне свои голоса после первого тура. Депутат, певец, танцор, ром, а с недавних пор и инфа ром, Раду Мариан выпустил новый ролик, в котором собрал 10 примеров того, как Европейский Союз помогает Молдове. В этом видео политика разложил все по полочкам. Только если присмотреться, можно увидеть, что полочки эти, как во время перестройки, полупустые. Вот что Раду Мариан приводит первым пунктом. Молодец, зашел сразу с козырей. Похвастался тем, что подписали еще 10 лет назад договор о беспощренной торговле с ЕС. Насчет экспорта, конечно же, Евросоюз сегодня главный наш партнер. Потому что другие рынки избыта у нас просто закрыты. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба. И Мариан, депутат. 2. Супорт ла плата фактур лоро. Апроприя 900.000 деуамин ау бенефича де компенсации инфактуру куажутеру фонду лори европейны. За компенсации, конечно же, спасибо. Но если бы не ваши доминации, то компенсации бы и не пригодились. Ну, получается, что вы наварились-то на них еще больше, поэтому для кого-то они были очень удобными. По данным экс-прокурора Виктории Фуртуна, из выделенных Евросоюзом денег на поддержку населения, пошло лишь 7% от суммы. Остальное ушло на партийные нужды и провластные СМИ. 75 миллиона евро фото в 2023 для модернизации 10 специалистов в стране. Из этих доминаций, сейчас, устроены госпитали с места для операции, генераторы электрические, инструменты георгические, панели соларные и другие. Выходит, 7,5 миллионов евро было вложено в одну больницу. Закрепили. Теперь заходим на страницу министра здравоохранения Алла Немиренко. Находим там фото больницы, в которой хвастается наш депутат. И видим вот такой текст. В модернизацию Единецкой районной больницы было инвестировано 46 миллионов леев. Округлим это даже до 2,5 миллионов евро. Где еще 5 миллионов? Не состыковочка вышла. И мало того, эти деньги не только европейские, но и молдавские. Судя по посту министра, финансы взяты из собственных источников, проектов, а также пожертвований партнеров. ЕС вложил 1 миллиард евро в дороги. Тут так и хочется спросить. Уни миллиарду? Ведь за такие деньги можно не только починить дороги, но и построить их. А вся Молдова должна выглядеть как-то так. Потом Раду рассказал про то, что ЕС кладывает деньги в культуру. Он лично может за это поблагодарить европейских партнеров, так как его брат постоянно получает за выступление на площади по 100 тысяч леев. Очень важный пункт – роуминг, который стал намного дешевле. Причем это единственное, что дал нам европейский саммит в Бульбаке. Ну и дорогу, ставшую мемом. Как говорил Моисей, идем дальше. Шапты. Сустен репент для агрокультуры. Но этот пункт вообще звучит как издевка. Все прекрасно знают, как обстоят дела у молдавских аграриев. У которых нет даже солярки, чтобы заправить свои трактора и приехать в Кишинев на протесты. Восьмым пунктом Мариан похвалил ЕС за то, что те помогают нашим малоимущим семьям. К слову, Европейский Союз готов еще больше помогать, поэтому наши власти делают все, чтобы этих малоимущих семей было как можно больше. Потом депутат рассказал, как Евросоюз помогает предпринимателям, которые от хорошей жизни все чаще уезжают из страны. И на последнее место, как и его друг Дан Перчун, он поставил учебные заведения. Никто не спорит, что наши учебные заведения модернизируются, но, к великому сожалению, гораздо чаще мы слышим, что они оптимизируются. Выходит, не только Европа нам помогает, но и мы Европе. Зачем им чинить три школы, когда можно сделать ремонт только в одной? Вот такие 10 примеров того, как Европейский Союз помогает Молдове, привел нам Раду Мариан. Теперь ждем от него примеры, показывающие, как ПАС помогает людям. Что-то нам подсказывает, что их будет ровно на 10 пунктов меньше. Диаспора. Краеугольный камень нынешнего правящего режима. Но, как говорится, не вся диаспора одинаково полезна. Ведь пока в Европе и Северной Америке увеличивают количество избирательных участков, в России их сокращают. В 2020 участков было 29, в 2021 17, а к этим выборам было предложено открыть всего 5. Согласитесь, странная тенденция. Диаспора в России растет, а участки сокращаются. Некоторые возмутились этому факту и даже организовали протест у здания ЦИКа. Вы не поверите, там прислушались к народу, поняли, что 5 и правда какое-то неадекватное число. Поэтому постановили. Предсказуемо. Протестующих эта цифра тоже не устроила. Да и маловероятно было, что на два участка они отреагируют так. Тем не менее, вице-председатель ЦИК Павел Постике аргументировал принятие такого решения, как ни странно, не тем, что молдаване, живущие в России, получают российское финансирование. А вот как. Мы получили авизу от Министерства Факцировых Экстерных, базовый на авизу для информации и секретарь, в котором мы говорим, что они не могут осуществить секретарь функционариев и избирателей в больше регионе Федерации Русской Федерации, чем в местах миссионной дипломатической. Оказывается, голосовать в Петербурге и Ярославле небезопасно. По этой логике и в Молдове тоже в некоторых районах не нужно открывать участки. Но сами посудите, где безопаснее, в центре Петербурга или в Бельцах, в восьмом квартале. Но там участки будут. И, кстати, если бы наши власти реально заботились о гражданах, они, может быть, и не уехали в Россию. К слову, изначально ЦИК планировал открытие аж 17 участков, но тут вмешались высшие силы. Короче, ЦИК хотел 17, но МИД, ссылаясь на СИП, сказал нет, два участка и не больше. А всему этому аплодировали партии ПАС. Вот такая история на три буквы, в которой рассказывается, на какие три буквы послали диаспору в Российской Федерации. И это заметили не только мы, но даже старые добрые друзья ПАС-НПОшники. Вот что заявил председатель промо ЛЕКС Николай Панфил. Конечно, безопасность превыше всего. И в том, что там безопасно или небезопасно, обычно мы спрашиваем сначала страну, которая принимает и разрешает организовывать выборы. Потому что они оценивают свои 5 участков. На самом деле, если строго по данным трех предыдущих избирательных компаний и участия в них в Российской Федерации, по нашим подсчетам могло бы выйти и 9-10 участков в Российской Федерации. Но раз даже НПО устроили friendly fire, значит в историю про обеспечение безопасности не верит вообще никто. Но благо Центр избирком рассказал еще одну версию, почему участки таки не будут открыты. Федерство иностранных дел и окружной избирательный совет не выполнили решение ЦИК об открытии 5-ти избирательных участков в России, так как не нашли ни помещения, ни сотрудников избирательных комиссий. Соответственно, ЦИК не смог направить на эти участки все необходимые материалы. Получается, виноваты риэлторы. Наверное, заломили за помещение под голосование, как за однушку на ботанике. Ну или произошла классическая ситуация, где сотрудникам посольства сказали, что сдают только славянам, а не румынам. Как выяснилось, большинство участков мог забарковать подконтрольный президент УСИП, ведь именно они рекомендовали найти помещение рядом с бункерами на случай бомбежки. И поэтому участок не открыли. Например, в Сургуте. Давайте посмотрим на карту, чтобы понять расстояние от условного конфликта, сейчас между Россией и Украиной. И вот давайте сколько там от Сургута до границы русско-украинской. По такой логике нужно было искать с бомбоубежищем участки и в Лондоне, ведь он даже ближе от зоны боевых действий. Опять же, про территорию самой Молдовы я вообще молчу. Видимо, чтобы участок в России открыли, он должен выглядеть как-то так. Здравствуйте. Представляем вам идеальный вариант для избирательного участка на молдавских выборах. Участок номер 4. Это помещение рассчитано выдержать даже ядерный взрыв, так что оно спокойно переживет и хорошие времена. Самое главное, если кто-то вдруг заметит вброс бюллетеней и захочет об этом сообщить, его голос точно никто не услышит. Видосики в интернете крадут не только ваше время. Это доказали в стране, давшей второе гражданство некоторым кандидатам в президенты Молдовы. В Румынии. Дело в том, что пользователи, зайдя в ТикТок, вместо привычных танцев и кривляний молодежи увидели вот это. Мой план для Молдовы конкретно. Да блин, и тут реклама. Они увидели ограбление в прямом эфире. Уверен, что контент может набрать много просмотров, но, наверное, выкладывать его в процессе немного самонадеянно. Тем более, что один из зрителей решил рассказать о новых перспективных блогерах полиции, которая выехала на место, чтобы заценить видосик и отправить двух грабителей в ТикТок хаос строгого режима. А ведь казалось, популярность ТикТоки у них уже была почти в кармане вместе с деньгами. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Как оказалось, прямая трансляция ограбления не была случайностью, а вызовом. Дело в том, что данные румынские блогеры были челленджерами, то есть людьми, которые выполняли любое действие в прямом эфире, если им задонатят. Вот кто-то из подписчиков и кинул им челлендж «Ограбить дом». Ну, они, недолго думая, согласились. Ведь если бы они думали чуть дольше, скорее всего, не стали бы этого делать. Символично, что теперь суд постановил самих блогеров задонатить хозяйки дома возмещение у исчерба и дал им новую камеру разрешением 2х3 метра, в которой они проведут ближайшие 4 года. ТикТокеры в Молдове пока еще не доросли до румынских и не готовы на такие челленджи, слава богу. А вот на что они готовы ради популярности, узнаем в рубрике «Норок ТикТок». Наступила осень, падают листы, мне нужны ТикТоки и немножко ты. Это осенний «Норок ТикТок» и осенний сбор урожая забавных и не очень видосиков. Коротко о ситуации перед выборами. Только осторожно, крышка не держится хорошо. Все нормально, у нас у всех крышка не держится уже. Внезапный лайфхак. Если хотите, чтобы досмотр в аэропорту прошел легче, заливайте больше годного контента. Мало кто знает, но у молдаван есть своя народная трудовая этика. Конспирологи выяснили, почему конкуренты Майсанду не выкладывают ТикТоки с яйцами. Немного о перспективах молдавского образования. Сеструха зашла в книжный магазин покупать ребенку учебник по английскому языку, потому что у детей со второго класса начинается английский язык. А я говорю, сеструхе, зачем он английский? Пусть сразу изучают лучше итальянский. Прямо после школы, аздукла, стройкла, Италия. Стала известна причина, по которой с 8 утра до 2 дня просмотры ТикТоков падают в два раза. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Французский завтрак – это кофе и круассан. Английский – это яичница с беконом. А вот молдавский завтрак. ТикТокеры разрабатывают ремейк российского сериала, снятого операторской рукой Москвы. Нас не отправляют учиться в Лондон, мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках, и мы не катаемся на иномарках. Не отдыхаем на южных курортах, загораем на даче в сладцах и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах, редко бывают... Ринато Усатый может и не лидирует в рейтингах кандидатов, зато он топ-1 в другом рейтинге. Накаре еще мой аттрактив блогер Диндер Република Молдова. Усатый. На этом все. И помните, все, что вы скажете в ТикТоке, может быть использовано против вас в этой рубрике. Но Рок ТикТок. Формулу идеальной работы очень давно озвучили в фильме «Свадьба в Малиновке». Слаб здоровьем, помощником не могу. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. И до недавних пор считалось, что такой работы нет. Но она внезапно отыскалась в Таиланде. Местный чиновник в течение 10 лет не приходил на работу, но продолжал получать зарплату и премии. Вместо этого он работал певцом в ночном клубе, где тоже неплохо зарабатывал. Уверен, знакомясь с девушками в клубе, он говорил, ну так-то я вообще серьезный чиновник, а пою я для души. Кстати, работал он не абы кем, а сотрудником департамента по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий. И, видимо, считал, что он-то предотвращал ураганы, раз их не было, а по факту он создавал ураганы на сцене. Как сообщается, начальство было в курсе его рабочего графика, вот этого знаменитого «Сутки через 10 лет», и даже делала ему выговоры, но не увольняла, чтобы избежать, так сказать, лишних проверок сверху. А мотивировали его неувольнения, наверное, как-то так. Он, конечно, ничего хорошего не сделал, но и плохого тоже ничего не сделано. Это, между прочим, редко когда бывает. И так бы этот паренек и пропел до самой старости, если бы о его работе не узнали журналисты, которые предали все это огласке. По законам Таиланда за подобные преступления должностным лицам грозит тюремное заключение на срок от 1 до 10 лет. И штрафы от 60 до 600 долларов. Ну, штрафы, конечно, он отобьет, спев просто на одной молдавской свадьбе. А вот с тюремным сроком тут посложнее. Вряд ли тюрьму тоже удастся прогулять. Я бы посоветовал ему уже разучивать тайский шансон, такие песни, как «Бангкоковский централ», «Ветер северный», «Девочка транс», «Рядом жиган» и «Хулиган» и, конечно же, «Кольщик». «Наколи мне Будды храм», «Рядом чудотворную сансарочку». Ладно, стоит отметить, что пока власти ничто не предприняли по этому поводу. Возможно, потому что тоже зависают на какой-то другой работе, а на свою не ходят. А мы, друзья, свою работу на сегодня сделали, с нашими обязанностями закончили. Вам информацию вместе с юмором выдали, надеюсь, вам понравилось. Берегите себя, не будьте поводом для плохих чиновников и для плохих новостей. Пока-пока. Дим, подумай только, работать в одном месте, а зарабатывать в другом. Ну и что? Я, например, вот работаю на железной дороге. Да, ну, когда ты на ЖД ходишь на работу? Ну, тогда, когда мне там зарплату платят. Никогда. Продолжение следует...